Максим, для тебя этот видеоотзыв пишу. Очень хочу поблагодарить за наставничество, за то прекрасное время, прекрасный месяц. Точка А у меня была 500 долларов где-то, может быть даже меньше. А точка Б у меня 2000 долларов плюс. Какой конкретно плюс говорить не буду, но есть еще. Нужно держать тайну. Очень понравилась проработка всех моих каких-то психологических моментов, которые возникали, начиная от постановки моей цели правильной, заканчивая какими-то моментами в моих взаимоотношениях с семьей, с девушкой, с этими всеми ситуациями, историями. Спасибо большое за то, что помогал. Это как поддержка старшего брата, за которую я очень благодарен. И, соответственно, благодарен за пинки. Инструменты, которые ты дал, я использовал приблизительно на 60-70 процентов, но, тем не менее, даже они дали такой кратный рост. Очень хороший рост, очень кратный. Вот. И я прям максимально доволен. Вот. Это было супер. Вот. Планирую идти на второе, потому готовься. Готовь для меня материал. Я буду. Я не знаю. Это вот прям, знаешь, какой-то месяц ментор стал был такой, джобовательный. И я очень сильно доволен от него. Я прям вот помню этот вечер, когда ты приходишь, у меня вот падает предоплата от третьего клиента на карту. И все. Ну, я как бы понимаю, что цель достигнута. Вот. Тут, наверное, сложилось, карты сложились таким образом, что... Сейчас. Сложились карты таким образом, что, во-первых, самую большую роль сыграло менторство, твои рекомендации, твои советы, которые ты даешь, то есть твоя поддержка, да, вот это старшего брата и твои пинки. Вот. Там буквально были какие-то несколько фраз, которые просто вот так вот в голове щелк, и все. И уже через какое-то время после этой фразы я уже получаю результат. Я понимаю, как он работает. Вот. И там аналогично еще сыграли там какие-то мои отношения, там, да, то есть девочка, с которой находился. Вот. Там тоже очень сыграл на работе, на постановке цели. Там еще какие-то факторы сыграли. Ну, то есть, вот оно все в совокупности, оно дало вот этот очень крутой результат. Что ты можешь сказать хейтерам в комментариях, которые, знаешь, вот я иногда выкладываю там переписки с тобой, там, с ребятами, где, типа, пишут, да, блядь, ты не местор, что это хуйня, ты просто его там, типа, это, мотивируешь. Типа, он не получит результат. Типа, это все хуйня, типа, это не работает. Что ты можешь таким людям, которые, вот, блядь, хуйню пишут в комментариях сказать? Вот. От лица вот тебя, вот ты прошел эту программу. Просто я нарежу кусочки, я не полностью буду выкладывать, я, по-моему, трехминутное видео сделаю и выложу. Вот что ты можешь таким людям сказать? Я могу сказать, пусть они дальше такое пишут. Ну, типа, удачи. Вот. Я считаю, что если, ну, то есть, есть две позиции. Можно вот так вот дальше писать, там, типа, ну, не получилось, ну, невозможно, ну, это не про меня и так далее. А можно попробовать. Вот я, получается, влез в долги, я попробовал и из долгов вылез. Еще сверху заработаю. Ну, так. Чего у тебя, я небольшое такое интервью с тобой приду, если ты не прояснил. Какое у тебя было ощущение, когда ты закрывался на менторство, да, там, какие страхи, какие там переживания, там, типа, что у тебя, какое состояние у тебя было, там, не знаю, там, недоверие какое-то, там, страхи. Вот можешь все туда писать состояние вначале? У меня, на самом деле, было состояние уверенности. Я, ну, я просто так душевно почувствовал, что надо, надо на менторство, надо. У меня там был выбор, образно говоря, в тот момент, когда я, там, уже приблизился к какой-то цели, там, после твоего демо на старничество, опять же, или уезжать на квартиру и обосраться. Я бы обосрался сразу, если бы я переехал. Это сто процентов. Вот. Или же все-таки вложиться в менторство. Я прям чувствовал, да, то есть, я за тобой долго следил, и я понимаю, что я здесь получу реально знания. Я после демо-наставничества получил очень крутые какие-то, там, советы, рекомендации и так далее. И после менторства, ну, то есть, да, там, уже после первой сессии, ну, я тоже охренел, охренел от количества информации. Вот. И, как бы, у меня, ну, то есть, у меня не было каких-то особых, знаешь, там, я не знаю, страхов, там, что не получится, что, ну, они, само собой, были, но я, как бы, понимал, что, типа, чувак, если ты платишь такие большие деньги за менторство, то, наверное, нужно немножко вкалывать. И вот, как ты сказал на первом сезоне, что, ну, ты уже заплатил, ну, у тебя есть два варианта. Или ты лох заплатил и не будешь слушаться, или ты все-таки прислушаешься и сделаешь. Вот. И я прислушался. У меня начало это работать. Скорость внедрения, наверное, вот того, что ты говоришь. Там, да, я не тянул как-то там, ну, там, через месяц делаю, а я сразу же это внедрял. То есть, у меня это уже там через день, через два, оно начинало работать в моей жизни. И вот, наверное, так. Ну, и к тому же пинки твои, они тоже очень сильно помогают, когда там, типа, ты приходишь, так, Макс, ну, не получается, ну, не идет, ну, не так оно, что ли. Нет, нет, Данил, это ты лох. Это давай, вставай и пошел работать. И получается после таких слов. Действительно. Красава, красава. Круто. Я, с твоего позволения, можно выложить там кусочек, да? Да, на здоровье. Окей. На здоровье.